Привет вам! Новый день, встал зачем-то ужасно рано, в 5 с лишним часов ночи. Вышел, тут электричества нет, включил бесперебойник, начал тут прибираться. Прибирался где-то час, подмел, взял PS Vita и всё это дело зарядил, кстати, тоже. Три смартфона зарядил от бесперебойника, две Vita зарядил, так что электричества нет, но мне будет чем заняться. Аккумы всё равно нужно перезарядить, а то они очень давно заряжены и стоят полностью, так что я думаю, ему это будет на пользу. Я ночью скачал две игры ещё, Oddworld. Вот эту скачал, Oddworld, Stranger, Врач. И вот это вот, Match Odyssey HD. Вот эту ещё не пробовал. А вот та верхняя, вчера поиграл ночью, пока не уснул. Вроде бы терпимая игра, неплохая, пока, на первый взгляд, а там дальше посмотрим. Электричества нет, сидим около бесперебойника, я включил PSP, у меня здесь были уже эмуляторы. Старых консолей. Проверяю, какие игры тут есть. Черепашки Ниндзя и многие другие, Battle Tots, там вообще очень много игр. Подключили несколько зарядок разом, заряжаем смарты. Vita у меня там заряжается. А вообще, напряжение, конечно, уже 22,8. Так что, долго так не посидишь весь день, у соседей генератор заведён. Долго они, конечно, с электричеством, там, чинят они или нет, что происходит, выключили ещё ночь. Как мы будем делать с мамой крышу, если нам нужно будет что-то отпилить? Болгарка и лобзик недоступны. Ладно, буду исследовать, какие тут ещё игры есть на PSP. Первую половину дня мы занимались крышей, клали рубероид, добавляли доски там, где их нет, укрепляли это всё. А потом пошли, нашли столбы и начали делать новую конструкцию, навес над этой крышей уже новую, чтобы нам с Полиной потом спасаться от дождя и солнца. Нужно будет сверху кинуть какое-нибудь старое железо, БУ-шифер или натянуть плёнку, чтобы при входе в дом можно было оставить там какие-то сырые вещи, повесить что-то сушиться, оставить зонт и так далее. Пока не закончили, конструкция вырисовывается примерно вот такая. Сверху положим то, что найдём, и будет у нас крыша повыше той, что была в прошлый раз. Получается, будет крыша над крышей. Поработали на крыше, упарились, ужарились. Время позднее, к восьми вечера пошло, уже стемнело, пошли мы в магазин. У нас сломалась газовая плита, поэтому выбор еды сегодня ещё больше ограничен. Нужно что-то брать, что не нужно будет готовить на огне. То, что можно сделать с кипячёным чайником, это какая-нибудь лапша быстрого приготовления, и прочая ерунда, потому что плита скончалась. Это что такое? Скидка на 100-киловаттный энергетик. Минералочки хочется, какой-нибудь солёной, лечебной. Очень хочется. Но тут, наверное, той нету, которую мы обычно берём, чтобы чувствовать, что это непростая вода. Полина гречку же хавает. Сегодня до неё такая цена, 40 рублей. Рыбка, 85, сельдь мелкая. Пятёрочки возле кассы, вот такой игровой персонаж с геймпадом. Выглядит симпатично. Ты такой, вау, что-то игровое в продуктовом магазине, это как так? Мама возле магазина подкармливает бродячих собак. И там есть собака-гопник, который рычит на других, кидается, чтобы сожрать всю еду, которая полагалась другим собакам. Забирает у других, чтобы обожраться и съесть всё за всех. Приехали домой, в магазине, в Пятёрочке купили рыбы, вот такой, самой дешёвой. 84 рубля стоит в баночке. Мама смотрит, консервы в металлической упаковке разглядывает. А я ей показываю, говорю, мы вот такую купили. Она говорит, ты чё, Денис, умер. Он купил на обед вот такую и умер. И давай мне эту историю опять рассказывать. Один из лучших друзей моей старшей сестры, работал где-то охранником или сторожем, купил на обед, говорят, такой рыбы в Магните или в Пятёрочке. И говорит, плохо ему стало, он дотерпел, кое-как до дома доехал, что ли. И приехал дома и не успели его даже живым увидеть. Уже приехали вечером того же дня, он уже мёртвый лежит. И говорят, что результат какую-то рыбу отравленную съел. И мама меня пугает, что это вот это вот. А ещё мы купили соевый соус с чесноком типа, острый вот такой. Я сейчас немного сюда налью его и с этой рыбой поем. Ну, я, конечно, надеюсь, что я буду ещё жить. Ничего плохого про сеть магазинов Магниты Пятёрочка сказать не хочу. Просто мне так рассказали, что некий человек купил там рыбы, и больше его с нами в живых нет. А мы не знаем, где он купил. Да, ну почему-то мама говорит, что в Магните купил. Время почти 11. Поужинал, уставший какой-то, сонный. Такая сейчас интересная цифра тут была. 22,2 температура и 66 влажность. Но пока я произносил первые слова, цифра изменилась. В общем, буду потихоньку ложиться отдыхать. Даже играть особо нет сил. Делали сегодня там крышу, ставили столбы. Очень жарко, потно, грязно, изнурительно. Так что пора отдохнуть. И что-то вставать я стал очень рано. Зачем так рано вставать? Поспали, проснулись, новый день. Собаки очень мешали нам спать, ужасно громко выли. Я сижу, играю в новую игру на PS Vita. Oddworld этот, про шляпника, вестерн. И смотрю подборку. Топ-100 игр на PS Vita. И там она присутствует, забавно. Сижу, играю и как раз её увидел в подборке, хотя до этого не знал об этой игре. Я встал, начал хавать самое простое, что мог. Лук, хлеб с энергетиком. Ну просто, делай проще, типа и не парься. Вот, собственно, энергетик. А вон хлеб. А Полина встала и принесла мне более интересную еду. Чай и помидор с луком. Вот это я сейчас сделаю. Лук прям пахнет. А ещё говорит, знаете приправу, очень взрослую. Смотрите, 91-й год. Приправа. Было бы забавно, если бы мы где-то находили еду из того времени, из 80-х, 90-х. И хавали бы её. Вот это да. Сейчас нарежем помидоров с луком. Какой же отстой. Мне после того, топ-100 игр на PS Vita, вылезло второе видео, топ-100 игр PS Vita. И какой же мусор. Ты как будто включаешь ролик 100 мусорных игр, выходивших когда-либо. Один ужас за другим. Плохая графика, плохие персонажи, нереалистичные, без пропорций, без физики, без геймплея. И почти во всех вид сбоку вот такой, как будто это игра какая-то из 90-х в плохом смысле. Какие-то бездушные копии. Ужас. И они-то в подборке топ-игр суют. Как так можно? Одна за другой мусорная игра. Насколько же Фетка лучше выглядит, чем Слимка, если говорить о Вите. Чувак поставил на превьюшку Слимку и Фетку. Обе они у него в синих тонах. И разница просто огромная. Слимка и так плохо выглядит, даже когда черная. А тут еще и она в голубом цвете, и экран у нее будто вставлен просто туда. Какой-то замененный, поддельный, с этой черной рамкой дурацкой. Ужас. К Фетке-то есть вопросы, почему рамки такие гигантские. Но она хотя бы выглядит полноценно. А это как будто собранное с разных устройств в одно. Играю в новую игру, Oddworld. Действительно, она похожа на вестерн. Какая-то пустыня, люди в шляпах, и выражения соответствующие. Так что, похоже, был найден еще один вестерн. Но пора уже монтировать это видео, заставлять себя. А хочется еще поиграть. Представлены новые смартфоны The Flip 6 и The Fold 6. И это просто ужас. Это можно описать одним словом разочарование. Они просто ужасны. Во-первых, оставили позорный вырез фронтальной камеры в экране. Во-вторых, глянцевую рамку, красивую, приятную, тактильно, сделали матовой. И теперь они стрёмные и отвратительные. Они выглядят дешево. Этим устройством не хочется обладать. И в-третьих, самое главное, новый Fold стал широкий. Основным преимуществом Galaxy The Fold всегда являлось то, что он узкий. И это удобное, узкое устройство, которым удобно пользоваться. В отличие от остальных устройств складных, смартфонов раскладных, Xiaomi, Huawei и остальных, Fold был узкий. Ты его складываешь, он выглядит премиально, он очень удобно лежит в руке, ты идёшь с ним, как с каким-то стильным аксессуаром. А теперь это широкое устройство, и его не хочется покупать. Более того, если бы его даже подарили, то скорее человек его продаст и купит нормальный узкий смартфон, второй, или четвёртый, или пятый Fold. В общем, теперь есть на рынке шесть Fold от Samsung, и три, по моему мнению, непригодны для использования и нежелательны. И три хороших. Вот хорошие Fold это второй, четвёртый и пятый. А плохенькие, это первый, третий и шестой, которые нежелательно покупать. Да и даже в дар получать тоже нежелательно. Как они облажались с дизайном. Эта позорная дырка фронтальной камеры осталась. Зачем она здесь? Идиотизм просто. Так ещё и сделали его шире. Всё, что могло ухудшиться в нём, ухудшилось. Рамка теперь матовая, теперь он не узкий. Дизайн камер задних также плохой. Заднее стекло матовое, это полностью испорченное устройство. Пятый Fold намного лучше, так что, ребят, у кого четвёртые, пятые Fold, сидите и не парьтесь. Можно даже, если он у вас покоцанный, новый купить, пока они ещё есть где-то в продаже, чтобы ходить со свеженьким хорошим устройством, потому что шестой это просто провал. Хочу себе PS Vita FAT с новеньким корпусом, чтобы не до чего было докопаться, без коцок, без следов падений, не царапанную, нормальную. Вообще, я вчера представил Vita FAT из алюминия и стекла. Представьте, вот эта рамка, у неё была бы металлическая, алюминиевая, прохладная, тактильная, а сзади и спереди было бы стеклянное покрытие, а не пластиковое. Вот это было бы крутое устройство. Опять особо не успел что-то сделать, работали во дворе, делали крышу, весь день почти на это потратили, вечером приехали, я думал, перекусим и сядем играть в видеоигры, но мы так устали, что мы даже до нуля часов легли спать. На этом этот день окончен, до завтра, пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok